всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео хотел бы вам рассказать о одном очень интересным и удобным плагине для редактирования транзиентов но вообще так называемый трензин шемпер их конечно очень много час на рынке но вот этот мне прям особенно приглянулся и я им последнее время только и пользуюсь речь идет о wave smack attack это новый плагин который был разработан именно для управления скажем так стадии атаки и релиза или в данном случае называется сустейн звука когда и где это используется возможно это не самый частый прибор который вообще используется в произведении мастеринги но по своем время это очень популярный прибор который применяется либо на барабанах либо на каких-то перкуссионных инструментах либо каких-то например электронных инструментах где нужно выделить атаку этот прибор очень помогает хорошо в каких-то на загруженных миксах выделять какие-то перкуссионные или какие-то очень такие острые партии которые должны быстро прозвучать и исчезнуть то есть это не для фонов каких-то партий не для вокала это именно для каких-то таких вот ритмических пульсаций арпеджиаторов может быть но в основном конечно же это в 90 процентов случае применяется либо на барабанах либо на перкуссии и это позволяет просто подчеркнуть чуть чуть звук того или иного барабанного элемента здесь у меня загружен просто обычная партия драмера с обычной барабанной установкой и у меня есть есть две шины бочки и с нейра на которые я каждый поставил этот плагин давайте рассмотрим вообще как он работает сейчас вот без его влияния у меня звучит микс и я могу сейчас я редактирую плагин который стоит на канале с бочкой могу усилить атаку бочки то есть слышно что бочка стала такая более выпуклая более насыщенная но при этом она плюс-минус осталось на том же уровне то есть я ее не просто сделал громче именно этот щелчок атака стала более такая выпуклая но сама бочка осталась на том же месте где она и была помимо атаки здесь также можно воздействовать на сустейн то есть это как раз та часть звука которая тянется уже после то есть у нас произошла атака как правило это где-то до 20 миллисекунд звука то есть это очень короткий промежуток времени и все остальное до следующего удара бочки или там этого инструмента вот этот хвост который тянется это называется сустейн и этот сустой можно есть что тоже подредактировать давайте послушаем соло то есть слышно что у нас поднимаются такие скажем так шумы между ударами бочки то есть плаги начинает сам поднимать то что у нас между вот этими атаками ударами происходит иногда это бывает полезно ну в данном конкретном примере не очень но в некоторых бывает что бочку хочется сделать такой более выпуклый массивный она просто за то что записалось микрофона там немножко не хватает вот этой вот округлости то есть только слышно щелчок а вот этого хвоста не хватает и можно усилить то же самое кстати на снаере давайте сразу посмотрим нас на примере с нейра вот можно чуть усилить вот этот звук при звук атаки по рабочему барабану и вот эту подструнника таким образом малый можно сделать таким более длинным но опять же здесь конкретном примере такой малый немножечко с таким резонансом не самым приятным но если вот фильтровать или в каких-то других ситуациях это будет полезно но чаще конечно же его используют именно для стадии атаки то есть слышно насколько более мощным становится звучанием бочки барабана и рабочего барабана в данном примере также должен отметить что это работает и в обратную сторону то есть если вы хотите наоборот сделать звук помягче вы можете атаку в эту звуком прибрать и сделать его таким более скажем так отстраненным этот звук то есть более второплановым сейчас мало стал такой более мягкий из-за того что я вот эту атаку здесь чуть прибрал ну то же самое касается состояние сможете более короткий звук оставив одну атаку нетронутый или ее чуть усилив а состояние краски наоборот прибрать то есть вот снаер нас такой стал максимально короткий сухой ну думаю идея понятно тут уже дальше может поэкспериментировать давайте поговорим об остальных органах управления здесь принципе все очень примитивный все понятно из никаких сложных настроек нет то есть вы выбираете скажет так на слух продолжительность той или иной стадии то есть данном случае стадии атаки у нас длится 10 миллисекунд я как правило это бывает достаточно но в некоторых редких случаях например на какой-то очень плотной жирной бочки лет там том барабане можно эту атаку увеличить чтобы не было слишком такого щелкающего звука он был более такой мягкий выпуклый атаку можно увеличить ну здесь достаточно большой диапазон либо ее наоборот уменьшить чтобы сделать звук более острым далее у нас идет огибающий по которой собственно поднимается этот транзиент усиливается а дальше идет после усиления с падения это найдет либо по ровной такой линии либо найдет резко то есть прям сразу обрывается либо но плавно чуть закрывается то есть чуть просто разный характер от этого транзиента становится вот этого усиления то есть это опять же нет никаких правил здесь только все эксперименты все зависит от вашего исходного звука темпа проекта тут этот тот плагин который нужно настраивать максимально на слух максимально скажем так на грув то есть у вас должен получиться определенный грув благодаря этим параметрам которые вы хотите получить здесь также есть параметр чувствительности потому что у нас бывает входной уровень разный каждый раз где-то например бывает материал в котором то эти транзиенты в сами по себе они не очень хорошо выделены то есть у вас есть какой-то например общий шум звука и в нем внутри какие транзиенты происходит и чтобы плагин точно понимал где происходят эти транзиенты можно вот эту чувствительность увеличить либо наоборот если плагин вообще все начинает бездумно очень сильно поднимать можно эту чувствительность наоборот чуть прибрать но то здесь опять же все очень интуитивно показывается сверху на вот этом дисплее и это все можно подправить но как правило значений по умолчанию для обычных ситуаций более чем достаточно то же самое касается и релиза то есть эти хвосты тоже для них есть своя чувствительность можно их тоже подредактировать здесь я думаю тоже понятно длительность вот этого собственно релизного хвоста тоже надо отстраивать под свой материал каждый раз и спад собственно как он происходит то есть после того как у нас увеличилось либо уменьшилась то есть вот это все я думаю понятно далее у нас есть драйв и то есть мы можем очень сильно разогнать этот эффект и его просто чуть подмешать к исходному сигналу это кстати тоже очень будет полезно давайте попробуем сделать это со снеером например его сделал таким более острым коротким то есть вот так он звучит в полностью в это 100 процентов эффект и могу его просто чуть-чуть подмешать к исходному сухому сигналу то есть таким образом у нас остается живость звучание вот этого исходного звука рабочего барабана но при этом еще добавляется эта атака и плотность от обработанного сигнала то есть слышно насколько мощнее и живее и плотнее звучит рабочий барабан в миксе вот с такими даже настройками с чуть-чуть небольшим подмешиванием чем вот без этого плагина поэтому тоже советую с этим поэкспериментировать очень очень полезная функция далее здесь есть выходная громкость потому что конечно же из-за того что мы вот в таких иногда некоторых ситуациях слишком сильно разгоняем атаку естественно у нас микро всплески по громкости происходит потому что у нас transient увеличивается по своей громкости и естественно это приводит к перегрузкам то есть мы либо можем прибрать выходную громкость но тогда у нас будет скажем так более выраженный щелчок а все остальное уйдет на задний план в плане сустейна звука то есть он станет тише сейчас слышно то есть уровень сигнала примерно одинаковый но уже сам сам звук рабочего барабана абсолютно кардинально разные если до этого он был без плагина такой длинный и более протяжный то сейчас он просто такой задавленный и короткий второй вариант еще также использую здесь встроенный лимитр который не дает превышать лимит вот этим вот транзиентом и вот здесь он показывает что он срезать то есть он не даст превышение в 0 децибел то есть это лимитр будет просто обрезать те транзиенты которые у нас превышают 0 то есть у нас будет вот здесь время доходить до 0 но не выше как бы сильно мы не разгоняли тоже полезная функция здесь будет показываться насколько у нас срезаются тик пике также есть клипер который чуть по-другому срезает клипы два разных режима клипер более такой жесткий лимиттер он чуть-чуть как бы помягче работает и оставляет все-таки чуть воздействия но либо по умолчанию это все выключено то есть можно выключить но будет показывать вот этим индикатором что у нас все-таки перегрузка происходит из-за таких вот очень резких значений поэтому таких случаях имеет смысл конечно выходной громкость прибрать ну что ж думаю что с этим все понятно обязательно попробуйте этот плагин у себя если у вас есть возможность его потестировать у себя в своих работах он действительно сегодняшний день я из transient шейперов такой один из самых гибких самых качественных удобных я в основном сейчас только им пользуюсь хотя раньше пользовался например тем же spl transient дизайнер то есть тоже неплохой плагин но менее гибкий у него меньше настроек и не всегда он очень достаточно качественно срабатывает этот как раз больше работать потому что можно поменять законы как у нас этот transient усиливается можно поменять длительность очень удобно и большой достаточно диапазон эффекта самого чувствительность ну то есть здесь все что нужно для этой для этой задачи здесь все в принципе реализовано вот поэтому советую вам также его попробовать ну что ж в этом видео у меня все увидимся с вами в следующих видео уроках с вами был дмитрий урсул всем пока